Запад В отличие от той же Европы Не настолько были интегрированы во всю эту систему Чтобы Назначив нам самые разрушительные санкции Которые мир только видел В общем то можно было Полагать что экономики Не только выстоят А и смогут в общем то продолжать развиваться Это тоже очевидно Но давайте посмотрим на тот же рубль Если в первые дни В общем то всем было очевидно Что спекулянты Сделали все для того чтобы Рубль просто опустить до Каких то немыслимых пределов То в общем то экономика достаточно быстро Отреагировала Потом пошли заявления Российского руководства о том что мы переходим Теперь на рубль по газу И в общем то после этого заявления Рубль не только вернулся К тем же В общем то значениям которые были Перед спецоперацией А в общем то даже на уровень 2020 года До пандемии Вот что любопытно Лично для меня очевидно что Зеленский сегодня Не руководит никакими процессами На самом деле В общем то Националистические батальоны Это одно Они выполняют свою какую то определенную функцию А ВСУ другое Зеленский третье И запад который является главным кукловодом В этой истории В общем то вот он и руководит Зеленским Ну в общем то назначили Главным по этой истории Как мы все понимаем Бориса Джонсона Вот поэтому он ровно и приезжал Давать какие то определенные директивы В общем то напрямую Своему подопечному Ну и в общем то Великобритания в последнее время Вообще отличается очень агрессивными заявлениями Даже говорят о том Что Украина имеет право наносить удары По территории Российской Федерации Да то есть Ну Мария Захарова на это уже ответила Друзья мои Ну значит мы тоже можем Наносить ответные удары По центру принятия решений Которые в общем то занимаются Перевозкой оружия Которые в общем то Присылают сюда Все это оружие Которое По тем же украинцам В итоге и выстреливает Да по факту В общем то Зеленский В действительности Ну на мой взгляд Абсолютно уже ничем не руководит Абсолютная кукла Которая в общем то Выгодна Западу Как картинка Но насколько долго она будет Выгодна Западу Это еще вопрос На мой взгляд История Которая связана С Приднестровьем В большей степени Является скорее Украинской самодеятельностью А точнее даже Самодеятельностью СБУ Дело в том Что им очень нужно Открыть второй фронт Неважно где А вот по моей информации Некоторое время назад Они даже думали Определенные нанести удары И по Беларуси У них были такие планы Какое-то время назад Причем у украинского генералитета То есть абсолютно безумные идеи Там витают Слава Богу Многие из них не реализуются Но дело в том Что они это просто Говорят о том Что нам нечего терять Мы можем делать практически сейчас Все что угодно Поэтому они пошли Вот на эту историю с Приднестровьем Всем уже очевидно Что это делает Украина Ее спецслужбы Ее диверсионные группы Для того чтобы раскачать ситуацию Для того чтобы втянуть туда Страны НАТО Которые уже тоже до изготовия Это всем очевидно Вот Но в общем-то Руководитель Приднестровья Проявляет Хладнокровие Говорит об этом Ну и в общем-то Руководитель Молдавии Она конечно В общем-то Не наш человек Скажем так Но с другой стороны Она абсолютно не хочет Чтобы в общем-то К ней прилетело Потому что она Себе проблем не желает Поэтому в общем-то Да Украина желает Украина желает Распространения конфликта В том числе и на страны НАТО Она считает это Единственным спасением для себя И она готова сегодня На все что угодно Чтобы втянуть Страны НАТО В этот конфликт Дело в том Что конечно У Байдена рейтинги Просто сегодня Катастрофически низкие Это понимает каждый Дело в том Что конечно Трамп Пытается играть на этом Выигрывать И набирать себе очки К следующим выборам Не исключено Не исключено Что республиканцы Рискнут вновь его Выдвинуть на этот пост И я хочу сказать Что даже вне зависимости От того Кто будет Кандидатом От демократов Может быть снова Байден Хотя может ему и возраст Уже не позволит В общем то Мы прекрасно понимаем В каком он возрасте Находится Какие странные вещи Он творит Последнее время Да В общем то Общаясь своими Не знаю То ли вымышленными друзьями То ли невидимыми Это очень сложно понять Что с ним происходит Но Трамп Действительно набирает очки И не исключено Что к следующим выборам Не исключено Что к следующим выборам Он подготовится И Снова вернется В Белый дом Я этого не исключаю В общем то Отношения У России с Трампом Вроде бы Были неплохие Но На самом деле Давайте Вспомним о том Что какие серьезные санкции При этом Вводил Конгресс США В это же время Когда В общем то Трамп пытался Скажем так Помириться С Россией То есть Ему в общем то Вставляли палки в колеса И не давали Все 4 года Нормально руководить страной В общем то Он не мог Своей даже Миролюбивой риторикой Повлиять на Те процессы Которые происходят в США К сожалению Фигура президента США Не столь влиятельна Насколько она Влиятельна Ну во многих Других странах И поэтому Трамп Да Как человек Как политик Он в принципе Был С Россией В довольно таки Да В позитивных отношениях Но к сожалению Это Абсолютно Не накладывало Какие то Вот отпечатки Позитивные На в целом Американо-российские Отношения В том числе В санкционной политике Если мы говорим О Китае Китай может сыграть Действительно Свою позитивную роль Хотя сегодня Мы прекрасно понимаем Что Китай Очень не нравится То что США Пытаются Продвигать историю С Тайванем В общем-то У Китая Есть определенные Планы США Пытаются Действительно Играть в провокативную Тактику Такую же Как она была И в истории С Россией Они в общем-то Играют в одни и те же Карты Поэтому Сложно наладить Тройственный контакт Но двойственный Между Россией И Китаем Я уверен Эти отношения Будут только В общем-то Крепнуть И в общем-то Китай уже прекрасно видит Какая перспектива Ждет Их страну В случае В общем-то Если они Будут идти на поводу Запада По полной программе Полностью В зависимости От него Поэтому Ну Китай В общем-то Очень мудрая страна Я уверен Что они Не наделают Ошибок Которые Их могут В общем-то Погрузить В полную Зависимость От США История С спортсменами Ну конечно Она прежде всего Выгодна Американским Спортсменам Британским Спортсменам Особенно В легкой Атлетике У нас Были Очень серьезные Результаты И у российских И у русских Спортсменов В легкой Атлетике Сегодня Нас Фактически Скажем так Вычеркивают Из этого Процесса То есть Нашим спортсменам Не дают На конкурентной основе Соревноваться С этими Спортсменами Они берут Медали У них результаты У них конкуренция Между западными Странами Скажем так И теми Скажем так Странами Которые остались Еще Которые не санкционированы В спорте Вот Но в общем-то При этом Россия и Беларусь Проводят Собственные Соревнования Да Я считаю Что нужно укреплять Соревнования Сегодня Да То есть Во всех видах Спорта Необходимо Проводить Тактику Союзных Соревнований И в общем-то Конкуренция У нас будет Очень сильна Между нашими Сборными Это показал К примеру Биатлонный Чемпионат Который проводился В финале Прошлого сезона И так же По всем И зимним И летним Видам спорта Нужно делать В общем-то Не западом Единым И не вот Этими всеми Скажем так Моками Да В общем-то Сильно Сильно Движение Спортивное Я уверен Что мы сможем По собственной Линии идти И все У нас получится В плане Интеграции Ну конечно По экономике Мы идем Сегодня Довольно Заметными Шагами Я уверен Что мы будем По этому направлению В течение Ближайших лет Только укреплять Наши связи Это всем очевидно Ну а там Я уверен Что пойдет И история С валютами И так далее Все эти истории Будут Выглядеть Серьезным Переплетением Двух стран Потому что Ну мы Две родные страны А сегодня У нас Запад Еще больше скрепил В нашей дружбе В нашей братской дружбе То есть В этом плане Даже Западу Можно сказать Большое спасибо За то Что мы настолько Сегодня чувствуем Эту братскую любовь Между нашими странами Поэтому Я уверен Направления Будут только расширяться Вот мы понимаем Что это будет Скорее всего И в искусстве И в спорте И в экономике Много направлений Да И политическая сфера Тоже Я уверен Мы как-то будем Наше законодательство Интегрировать Друг в друга То есть Многие вещи Можно будет сделать Для того Чтобы этот союз Был большим Весомым И еще более весомым Чем сегодня Мне очевидно Что действительно Европа В общем-то Забыла Что происходило Во времена Великой Отечественной войны Сегодня Они снова поддерживают Нацизм Фашизм Это просто поразительно И то Что мы сегодня Встали Вот в один ряд Для того Чтобы противостоять Нацизму Фашизму Но это говорит О многом В общем-то Я уверен Что мы снова Вычистим Эту нацистскую Гадину С наших территорий С территории наших Братских государств Которые были Братскими В общем-то И Европе Тоже поможем Избавиться От этого От того Что у них Там нацисты Вновь Подняли голову В общем-то И Вечные огни Вновь зажжем И памятники Восстановим Все Вернется На свои места Российский Белорусский народ Обязательно Помогут Европе Вспомнить О том Что нацистская Гадина Она Не должна Иметь Места В их Сердцах Ох